1941 год. Вторая мировая война. Британия нуждалась в жизненно важных военных поставках. Немцы с легкостью топили атлантические конвои. С начала войны элитные экипажи немецких подлодок уничтожили 2,5 миллиона тонн товаров. Они называли это своими счастливыми временами. Эти машины создавали для войны. Но эти счастливые времена вскоре подошли к концу. Ход войны переменился, и немцы оказались под угрозой поражения. Рядом с нами разорвалась глубинная бомба. Тряска была такая, что мы не могли пошевелиться. Из воспоминаний выживших. Корабль охватило пламя. Мы знали, что попали в беду. Это история войны конвоев. Конвои. Битва за Атлантику. Охота В начале 41-го года командующий подводным флотом Карл Дёнец не был спокоен, несмотря на тот факт, что его подлодки топили по 40 кораблей-союзников в месяц. По его расчетам, нужно было топить втрое больше, чтобы победить Британию. Он был занят планированием весенней наступательной операции, которая, как он надеется, уничтожит конвои. Атаки должны возглавить одни из лучших асов-подводников. Один из них — легендарный Гюнтер Прин. Мастер искусства подводного боя. За 9 патрулей он потопил 27 судов. К концу февраля субмарина Прин вышла из французского порта Лориент, направляясь к маршрутам атлантических конвоев. Их провожали как героев, как и все экипажи подлодок. Нас провожали с музыкой и ликованием. Женщины дарили цветы. Лодка вышла из гавани, и как только мы оказались достаточно далеко от берега, мы выбросили цветы за борт. Считали, что они принесут нам неудачу. Но для Дюнница и Гюнтера Прина времена неудач только начинались. 6 марта Гюнтер Прин заметил конвой. ОУБИ-293, идущий из Англии в Канаду за грузом. Он состоял из 37 торговых судов, охраняемых четырьмя кораблями эскорта. Прежде чем нанести удар, Прин должен был связаться с Дюнницем, который настаивал на том, что он лично должен контролировать нападение подлодок из своего командного центра во Франции. Карл Дюнниц управлял системой, используя радиосвязь. Он контролировал, что делали его люди, куда они направлялись, и как они воевали. Дюнниц наказывал тех, чьи поступки были недостаточно эффективны. Он хотел управлять всем Атлантическим театром действий из радиобункера. Чтобы не дать британцам читать их радиограммы, Дюнниц использовал современнейшую немецкую кодовую машину «Энигму». Он отдал приказ трём подлодкам присоединиться к Прину и атаковать конвой. Следуя тактике, разработанной Дюнницем, Прин и другие подлодки планировали атаковать с поверхности ночью. Лодки погрузятся и всплывут в середине конвоя. Подойдя к врагу достаточно близко, они атакуют. Раздался чудовищный грохот. Когда корабль тонет, то, конечно, это слышно. Его сдавливают волны, он трещит и содрогается. И ты думаешь, боже, надеюсь, внутри никого не осталось. Подводные лодки успешно нанесли удары по четырём кораблям. Но на рассвете выяснилось, что этот успех обошёлся очень дорого. Потоплены две подлодки. И одна из них — это У-47 под командованием лучшего капитана Гюнтера Прина. Потеря Прина стала ударом для Дюнница. Принц сочетал в себе лучшие качества. Сильная личность, полный энтузиазма, энергии и индивидуальности. Он был полностью предан делу и был примером для тех, кто служил под его командованием. После трёх месяцев войны без единой потери подлодок потерять две за одну ночь было серьёзным ударом. Дюнниц не мог понять, как это удалось британцам. Атакующие с поверхности ночью немецкие субмарины должны были быть невидимыми. Их было трудно увидеть, лишь небольшой силуэт. Самая высокая часть — это рубка, высотой около 3-4 метров над уровнем моря, что не так-то много в темноте, в неспокойном море. Но Дюнниц не знал, что британцы могут видеть в темноте. Они использовали новое оружие, разработанное втайне. Радар. Британские учёные потратили около 10 лет на разработку этой секретной технологии. Радары, изначально применявшиеся в качестве системы предупреждения для обнаружения вражеских самолётов, теперь изготовлялись британцами и в меньшей версии, которая могла устанавливаться на эсминце флота. Радар позволял обнаруживать немецкие корабли на поверхности океана на расстоянии в 16 километров. Это изобретение использует радиоволны. Находящийся на эсминце оператор посылает радиоимпульсы. Эти импульсы отражаются от металлических объектов, таких как боевая рубка немецкой подлодки. Когда сигнал возвращается, оператор может рассчитать направление и расстояние до противника. Этот технологический прорыв дал британцам серьёзное превосходство. Мы научились узнавать, где находится противник. Мы могли его видеть, а он об этом не знал. Британцы получили превосходство над противником, у них появилось электронное ночное зрение, а у немцев были лишь бинокли. Для Англии прорыв был сделан в самый ответственный момент. Британия представляла собой осаждённый остров. Была заметна нехватка припасов. От заката до рассвета был комендантский час. Нельзя было пойти, пропустить кружку пива, посмотреть кино, потанцевать. Унылая картина. До войны Британия импортировала 50 миллионов тонн продовольствия и различного сырья в год. Но атаки немецких субмарин сократили эти поставки почти вдвое. Дёнец был убеждён, что может полностью остановить конвои. Но Верховное командование сдерживало его. В марте 41-го в его распоряжении находилось лишь 96 субмарин, а он хотел иметь три сотни, чтобы победить конвои. Он недополучал технику. Гитлер был убеждён, что линкоры, а не подлодки, ключ к победе. Гитлер вёл себя так же, как и простой обыватель сегодня, стоящий в музее перед моделями линкора и подлодки. Что он будет разглядывать? Конечно, линкор. Вот и Гитлера завораживала эта грубая мощь. Строилась гордость нового флота Гитлера. Бисмарк. Ценой в миллиард долларов на сегодняшние деньги он стоил столько же, сколько 35 субмарин. Стандартная немецкая подлодка весила меньше тысячи тонн. Вооружённые всего 14 торпедами, они могли потопить лишь несколько кораблей, прежде чем придётся возвратиться на базу для пополнения боезапаса. Размером Бисмарк в 50 с лишним раз превосходил подлодку. На его борту сотни зарядов. 8 300-мм орудий имели радиус стрельбы в 38 километров. Гитлер верил, что способен уничтожать целые конвои за одну миссию. Но Дёнец был уверен, что необходимо потратить эти деньги на строительство подлодок. Он считал, что при достаточном количестве субмарин он смог бы победить в войне с конвоями. И вскоре ему выпал шанс доказать это. В марте 41-го командующий подводным флотом Германии Карл Дёнец отправил трёх лучших капитанов на поиск добычи в Атлантику. Это Йохим Шепке, Отто Крэйчмер и Фритц Юлиус Лэмп. Вместе они потопили около ста судов. 15 марта Лэмп обнаружил конвой HX-112. В 650 километрах от побережья Британии. Большая часть из 41 корабля — танкеры, везущие бензин, керосин и нефть. Любой корабль, принадлежащий противнику, был хорошей целью. Но особой ценностью являлись, конечно же, танки. Не зная, что британцы используют радар, три аса подводника заняли позиции для атаки. Под прикрытием темноты лодка Крэйчмера проскользнула внутрь конвоя. Придемонстрировав высокое мастерство подводника, Крэйчмер потопил пять кораблей всего за один час. Затем для атаки к врагу приблизился Шепкер. Но британский эсминец обнаружил его при помощи новой радарной системы. Замеченная подводная лодка уязвима для орудийного огня и должна совершить погружение. Если у вас есть запас скорости, то погружение происходит довольно быстро. Экстренное погружение происходит за считанные секунды. Нам потребовалось менее 30 секунд. Под водой субмарины отнюдь не в безопасности. Британцы использовали сонар, чтобы обнаружить подлодки. Все, что оставалось подводником, это ждать и молиться. Вы сидите в лодке беспомощные. Нельзя ничего сделать, кроме как сидеть в абсолютной тишине. Страх пронизывает насквозь. Это ужасно. Понимаешь, что ты на пороге смерти. Все может закончиться в ближайшие две минуты. Я не знаю, что думали другие, но я думал... Боже правый, я в беде. Я в беде. Британский эсминец сбросил глубинные бомбы над местом, где предположительно затаилась подлодка. В каждой бомбе содержалось 136 килограммов взрывчатки с детонацией на заданной глубине. Такой громкий звук... Вы никогда в жизни не слышали подобного звука. Никогда. Вы знаете, звук в воде очень хорошо распространяется. Невероятный грохот. Просто невероятный. Во время нападения на конвой HX-112 подлодка Йохимя Шепке была серьезно повреждена глубинными бомбами. Не оставалось другого выбора, кроме как продуть балластные танки и всплыть на поверхность. Там лодка была замечена британским эсминцем, который протаранил ее. Шепке и 37 членов его экипажа ушли на дно. Теперь корабли эскорта начали охоту за другими подлодками. Они быстро обнаружили Отто Крэчмера. Глубинные бомбы повредили и его подлодку. Ему удалось всплыть, но пришлось покинуть корабль. Его взяли в плен. Крэчмера и его экипаж доставили в Ливерпуль. У британской пропаганды выдался урожайный день. Отто Крэчмер, Йохим Шепке и Гюнтер Принн. Это были звезды, которых хотелось иметь в своей команде. Лучшие парни подводного флота. И вот два из них убиты, один взят в плен. Организация оказалась обезглавленной. Это был серьезный удар. За 10 дней Дёнец потерял трех асов-подводников. Опытных людей, которым сложно найти замену. Но он не верил в то, что новая технология британцев дает им преимущество. Дёнец винил во всем шпионов. Каким-то образом враг получил информацию о планируемом месте атаки. Я отдал приказ, согласно которому число людей, обладающих информацией, должно быть сведено к минимуму. Отказ верить в то, что успех британцев связан с появлением радаров, дорого обошелся Германии. Но худшее было впереди. Британцы получили возможность переломить ход войны. Три лучших ассо-Дёнеца потерпели поражение, но фриц Юлиус Лэмп пока избежал кары. 9 мая 1941 года удача покинула и его. Георг Хогель был радистом Лэмпа. Мы поразили два корабля конвоя. На третьем пуске у нас отказала торпеда. А затем нас атаковал эсминец. Дэвид Баум находился на борту эсминца. Они торпедировали два корабля. И мы немедленно взяли курс к месту, где, по нашему мнению, находилась подлодка. И сбросили глубинные бомбы. Совершили успешную атаку. Я находился в рубке акустиков. Услышал этот металлический звук. Я сказал другому офицеру, «Боже, Фритц, мы у них на крючке». Трясло так сильно, что мы не могли пошевелиться. Мы знали, что нам не уйти. Тогда Лэмп отдал приказ всплывать. Лодка поднялась на поверхность и оказалась под перекрестным огнем. Мы открыли огонь из пулеметов, и немцы были, наверное, страшно испуганы. Потому что они так и посыпались из лодки. Лэмп стоял на рубке, и я видел, как он кричит и машет. «Вылезайте, вылезайте все наружу!» А мы двое радистов были на командном посту, и я спросил, «А как же секретное оборудование?» «Ставьте все там, выбирайтесь!» Он просто хотел всех спасти. Лэмп и его экипаж покинули лодку, но, к их ужасу, субмарина осталась на плаву. И вот она перед нами, всеми покинутая, всего в двух сотнях метров от нас. Капитан приказал, «Высадитесь на ней, посмотрим, что там можно найти». И я спустился на центральный пост. Абсолютная тишина, никаких немцев. Только я один. Я позвал своих ребят вниз. Мы начали обыскивать лодку, и, конечно, самой важной находкой были книги кодов и настоящая энигма. Дэвид Баун не осознал значимость того, что он нашел, но это могло изменить ход войны. Машины энигмы использовались для шифрования радиосообщений между Дёницем и его субмаринами. Тело асоподводника Лэмпа так и не нашли. Но до сегодняшнего дня Георг Хогель уверен, что он сделал всё, что мог, чтобы предотвратить попадание энигмы в руки противника. Я убеждён, что он просто хотел спасти своих людей, и он думал, что лодка немедленно затонет. Британцам невероятно повезло. Им удалось захватить ключ к немецким военно-морским шифрам. Всего через четыре дня они доставили энигму в штаб-квартиру, где взламывали шифры противника. Блетчли парк. Надеюсь взломать все секреты Дёница, лучшие умы Британии принялись за работу. По мнению причастных к этому людей, такая находка сократила войну на два года и сохранила жизнь многим. Расшифрованные послания отправлялись в мозговой центр конвоев союзников командования западного направления в Ливерпуле. Наконец они могли рассчитать положение вражеских подлодок и попытаться проводить конвои, избегая их. С получением данных энигмы технологии радиолокации баланс сил начал смещаться в сторону британцев. Появилась надежда, что все больше конвоев будет доходить до цели. Впервые британцы смогли полностью оценить действия немецкого подводного флота. И эта информация помогала действовать до конца года. Дёниц был уверен, что шифры энигмы нельзя взломать. Я не верю, что использование радиосвязи подводными лодками вызвало реакцию противника. Стратегия немецких субмарин была подорвана. Но Гитлер готовился нанести ответный удар, отправив на борьбу с конвоями своё новое смертельное супероружие. В мае 1941 года гордость Гитлера линкор «Бисмарк» был готов к атаке британских и канадских конвоев в Северной Атлантике. «Бисмарк» был одним из самых передовых боевых кораблей того времени. Его орудия стреляли 770-килограммовыми снарядами на расстояние в 40 километров. Даже при наличии у британцев радара и данных расшифровки, помогающих обнаружить линкор, немцы были уверены, что «Бисмарк» не потопляем. Когда «Бисмарк» вышел из Балтийского моря 19 мая 1941 года, командующий флотом Гюнтер Лютинс воротился к своему экипажу из 2200 человек. День, который мы так долго ждали, настал. Мы можем направить свой гордый корабль на неприятеля. 23 мая «Бисмарк» обогнул северную оконечность Исландии и направился прямо к транспортным маршрутам. Британцы понимали, что новая техника Германии способна радикально повлиять на их участие в войне, приведет к недостатку ресурсов. «Бисмарк» уничтожил систему конвоев, и британцы не смогут использовать Атлантику. Через пять дней после выхода из порта гигантский немецкий линкор потопил гордость британского флота. Линкор его величества «Худ». погибли 1415 английских моряков. В качестве возмездия Черчилль поставил перед флотом задачу потопить «Бисмарк». Но в бою с «Худом» «Бисмарк» получил повреждения. Два его топливных бака получили пробоины. Теряя мазут, «Бисмарк» направился к берегам Франции, адмирал Лютинц собрал свой экипаж. «С вами весь германский народ. Мы будем сражаться до последнего снаряда, до самого конца». Победа или смерть? Британцы неуклонно преследовали «Бисмарка» и через три дня, наконец, настигли его. Взлетевший с авианосца арк-роял «Биплан» Свордфиш сбросил торпеду, которая повредила его руль. Потеряв возможность маневрировать, «Бисмарк» стал лёгкой мишенью. В последнем бою «Бисмарку» противостояли четыре британских боевых корабля. Джон Кеннон служил на крейсере Ее Величества Дорсетшир. 27 мая, в 9 часов утра, мы вышли из тумана в полной боевой готовности. Впереди мы увидели «Бисмарк». Когда я увидел его в бинокль, корабль был прекрасен. Возможно, «Бисмарк» и был самым мощным боевым кораблём в мире, но на тот момент противник значительно превосходил его в огневой мощи. Дорсетширп на полной скорости, ведя огонь, направился в его сторону для максимального сближения, а затем изменил курс, чтобы наносить удар орудиями одного из бортов. Более 300 британских снарядов ударили по «Бисмарку». После того, как «Дорсетшир» выпустил три торпеды, «Бисмарк» начал тонуть. Эти кадры — последняя запись обречённого немецкого линкора. Британцы добились значительной победы, но их мысли были обращены к 2200 морякам «Бисмарка». Когда мы бросали за борт верёвку, тонущим морякам слишком много немцев хваталось за неё, мы не могли затащить их на борт. Затем сообщение о замеченном перископе подводной лодки заставило их отказаться от спасения моряков. Они были обречены. Нам пришлось оставить их на верную гибель. Они были чьими-то сыновьями, мужьями или просто людьми. Неважно, немцы они или нет. Следующий день остался в памяти как один невероятный момент, связанный со смертью немецкого моряка. Из 82-х подобранных немцев один был серьёзно ранен. Его звали Лютер. Наши хирурги боролись за него всю ночь, но он умер. Тело принесли на корму, накрыли немецким флагом. Немцы построились по одну сторону кормы, а мы по другую. Я помню, как один немец, у которого была губная гармошка, достал её и начал играть мелодию «У меня был друг». Мы думали, что это очень хорошо и правильно. Затем Дорсетшер остановился на мгновение, и тело было предано волнам. Ход войны необратимо изменился. Гитлер был ослаблен потерей Бисмарка. Он, наконец, понял, что Дёнец был прав. Поместить всю огневую мощь на один корабль было слишком рискованно. Разумнее было распределить риск, атакуя конвои флотом маленьких и более дешёвых субмарин. С этого момента вице-адмирал Дёнец лично командовал войной с конвоями. Британия и Канада вскоре предоставили ему прекрасную возможность перехватить инициативу. Летом 41-го года союзники испытывали проблемы. У них были радары для выслеживания подлодок, но не хватало новых радиолокационных систем для оборудования канадских эскортных кораблей. Радар сантиметрового диапазона был изобретён и доведён до совершенства англичанами, поэтому логично, что они устанавливали его на свои корабли. Помимо недостатка новых технологий, канадским эскортным кораблям для борьбы с подлодками не хватало людей. За два года канадский флот вырос от шести кораблей, способных противостоять подлодкам, до семидесяти. Но они по-прежнему испытывали острую нехватку обученного персонала. Если союзникам нужна была победа в войне, лишь одна страна могла её обеспечить. США – крупнейшая экономика мира. Речь президента Рузвельта звучала очень жёстко. Ни один народ не может усмирить нацистов. Никто не может сделать из тигра котёнка гладя его. Но американский народ всё ещё не желал войны с Гитлером. Мы не хотим войны, и мы не вступим в войну. Любят ли американцы Гитлера? Нет, определённо нет. Считают ли они Гитлера опасным? Да, считают. С другой стороны, должны ли мы вступить в войну с Германией? Нет, определённо нет. Пока Америка не вступала в войну, королевский канадский флот делал всё возможное, хотя он и не располагал достаточным количеством новых радиолокационных систем, и экипажи его эскортных кораблей были недостаточно обучены. 30 августа 1941 года конвой СС-42 вышел из Сиднея, Новая Шотландия, в двух с половиной недельный поход к берегам Англии. В трюмах кораблей было 22 тонны зерна в качестве продовольственной помощи Британии. Питер Кок был на борту канадского эсминца «Скина». Думаю, что СС-42 состоял из 60-70 кораблей. Впереди конвой шел эсминец «Скина», и ещё было три корвета. Когда конвой вышел из порта, из расшифрованных данных стало известно, что их ждёт волчья стая. Британцы предупредили конвой, но были не в силах изменить его маршрут, чтобы обойти подлодки. Был сильный атлантический шторм, и корабли находились в его плену. Я видел, как нос корабля зарывается в волны. 16-летний Тед Ходжсон был юнгой на торговом судне «Кэтил». Это был очень медленный конвой. Некоторые из кораблей не давали и семи узлов. Плохую погоду мы практически стояли на месте. Спустя 10 дней похода беспомощный конвой угодил в пасть волчьей стаи. Это была крупная засада из 17 субмарин. Немцы уже совершали атаки конвоев, но таких неблагоприятных обстоятельств ещё не было. Немцы настигли СС-40, так и эскортные корабли в момент максимального удаления от какой-либо возможной помощи. Горючего было недостаточно. Корабли были плохо укомплектованы и имели проблемы со связью. Немцы превосходили их по всем статьям. 9 сентября 1941 года подлодки атаковали первый торговый корабль. Мы услышали грохот и корабль объяло пламя. Мы знали, что оказались в беде. Когда атаке подвергался корабль в одной части конвоя, корабли эскорта бросались к нему, а немцы подбивали корабль с другой стороны конвоя. Дионитс отдал приказ ещё трем подлодкам прибыть на место боя. Нам нужно было продолжать движение. Мы постоянно получали сообщения из Британии о том, что подлодок становится всё больше и больше. Подлодки стали всплывать на поверхность даже днём и проходить между рядами кораблей, стреляя из пушек и выпускают торпеды. В течение трёх дней немецкие субмарины продолжали свои безжалостные атаки. Они потопили примерно 15 кораблей и убили больше 200 моряков. Почти треть всех экипажей конвоя. В какой-то момент у нас на борту корвета было больше спасённых, чем членов экипажа. Где их было разместить? У нас не было одежды, не хватало еды. Они были покрыты мазутом и умирали от того, что наглотались нефти. Мы просто зашивали трупы простыней, пока они смогли придать их морю. Это было одно из самых трагических нападений на конвои 41-го года. Было потеряно 70 тысяч тонн грузов. Такие потери были несовместимы с победой союзников в войне. Но худшее было впереди. После потери линкора «Бисмарк» Гитлер сделал ставку на Дёнец и его субмарины. К октябрю 41-го года флот Дёнец увеличился до 187 подлодок. Дёнец всё ещё не знал о британском радаре и использовании «Энигмы». Обладая таким большим количеством подлодок, Германия имела серьёзные преимущества в битве с конвоями. У Британии и Канады оставалась лишь надежда. Америка всё сильнее втягивалась в конфликт. И хотя Рузвельт отказался объявить войну нацистской Германии, он посылал жизненно важные грузы для Британии. И делал широкий жест, соглашаясь с Черчиллем охранять американские конвои американскими боевыми кораблями. Новость о том, что американцы будут эскортировать свои корабли до Исландии, появилась в сентябре 41-го года. Все желающие могли к ним присоединиться. Дёнец не мог воспрепятствовать этому. Совершенно понятно, что Дёнец был в замешательстве. США серьёзно помогали Британии своими поставками, эскортными судами и эскортированием конвоев. Гитлер отказался от атаки американских кораблей по одной очень важной причине. Гитлер был занят войной с Советским Союзом. Меньше всего летом или осенью 41-го ему хотелось воевать с Америкой. Дёнец неохотой отдал приказ своим подлодкам не атаковать корабли американского флота, но их было слишком много в зоне боевых действий. 31 октября 41-го года конвой HX-156 попал в мёртвую хватку поджидающей его волчьей стаи. На этот раз его охраняли пять американских боевых кораблей, среди которых был эсминец Рубен Джеймс. Я стоял на вахте. Сдав дежурство, отправился в душевую немного помыться. В 5.25 утра командир подлодки Эрих Топ заметил корабль эскорта. Это был Рубен Джеймс. Топ не подозревал, что это американский корабль. Он выпустил две торпеды. Я умылся, спустился вниз, лёг на свою койку и тут громыхнуло. Взрыв, должно быть, сорвал киели. Корабль тут же пошёл ко дну. Все, кто был в носовой части, погибли. Но кормовая часть ещё держалась на плаву около 15-20 минут. Рубен Джеймс затонул. Погибли 115 американских моряков. В Британии Черчиллю доложили об инциденте. Он понял, что настал тот момент, которого он ждал. Сомнений не было. Черчилль был бы очень доволен. Он хотел, чтобы США вступили в войну против Германии. В Атлантике случались разные инциденты. Он был бы счастлив, если бы один из них мог втянуть США в войну. Но Рузвельт повёл себя неожиданно. Он бездействовал. Кажется, ничто не могло заставить Америку вступить в войну. У союзников были данные Энигмы и радиолокационные системы, чтобы проводить конвои в безопасности от нападений субмарин. Адёнец имел 200 подводных лодок. Избежать встречи с ними было практически невозможно. Британия отчаянно нуждалась в лучшей защите конвоев. Поэтому она вернулась к старой тактике, зная слабое место подводных лодок. Эти субмарины проигрывали современным лодкам, которые способны идти под водой в течение долгого времени. Подлодка на поверхности одна из самых уязвимых целей. Единственного попадания снаряда, пули или осколка хватало, чтобы вывести судно из строя. Британцы знали, что немецкие подлодки наиболее уязвимы при атаке с воздуха. Они пытались использовать эту слабость в начале войны, но им был преподнесен болезненный урок. Они потеряли авианосец «Карейджес» и 500 человек при нападении на них всего одной подлодки. Британия не могла потерять еще хотя бы один из своих драгоценных авианосцев при защите конвоев. В начале войны британцы использовали авианосцы против подводных лодок с катастрофическими последствиями для себя. Но задолго до войны они знали, что авианесущий корабль был бы огромным подспорьем в морском сражении. Решение англичан было дешевым и радикальным. Они взяли захваченное немецкое торговое судно «Ганновер», срезали надстройки и установили плоскую взлетно-посадочную палубу. На переоборудование ушло всего пять месяцев. В результате получился миниатюрный авианосец с шестью самолетами на борту. Британцы переименовали его в «Одессити» — первый в мире эскортный авианосец. 22-летний пилот Эрик Браун был одним из первых, кто совершил посадку на этот корабль. Я никогда в своей жизни не видел до этого авианосец. Но некоторые из пилотов нашей эскадрильи уже работали на крупных авианосцах, таких как Арк Роял. И они были в шоке, когда увидели его размер. Честно говоря, когда мы подлетели к нему для первой посадки, он показался мне плавающим спичечным коробком. Посадка на 140-метровую палубу представляла огромную трудность для пилотов. Но, взлетев, эти самолеты были реальной угрозой для немецких подлодок. Командир или вахтенный офицер должен был принимать решение. Что делать? Атаковать самолет? Вызывать зенитный расчет? Совершать ли экстренное погружение или поздно делать это? Атакует он меня прежде, чем я смогу погрузиться? Первая миссия Одессити была защита конвоев, движущихся по маршруту Гибралтар-Ливерпуль. 14 декабря 1941-го Одессити вышел из Гибралтара с конвоем из 32 кораблей. Вначале все шло хорошо. Каждое утро на рассвете два самолета взлетали и шли в противоположных направлениях в поисках признаков действия субмарин противника. При поддержке воздушных патрулей с Одессити эскортные корабли конвоя уничтожили три подлодки. Но затем на восьмой день пути подлодка заметила Одессити. Это была последняя посадка на закате. Я сидел в кают компании, пил кофе, когда ударила первая торпеда. Она ударила в корму и сорвала руль. Еще двумя торпедами снесло нос корабля. Я бросился по лестнице вниз и понял, что это конец. Я прыгнул за борт и вскоре авианосец затонул. Несмотря на потерю Одессити, эскортный авианосец нанес серьезные потери немецкому подводному флоту. Этот факт не остался незамеченным командующим подлодками Карлом Деницем. Результат был плачевен. Одессити был потоплен У-751. При потере пяти субмарин были уничтожены лишь два корабля-конвоя. Это была находка взять в море тактические самолеты на небольшой недорогой площадке. Одессити проложил путь вперед. Из-за того, что корабль так дешев и легок в производстве, британцы могли просто заменить его новым. Поэтому они начали строительство новых авианосцев, которыми можно было легко пожертвовать для защиты конвоев. Если вы обратитесь к наследию Одессити, то увидите, что это был первый действующий эскортный авианосец в мире, стратегически изменивший область применения военно-морской авиации. 41-й год подходил к концу, самолеты произвели революцию в битве между конвоями и подлодками. Но на расстоянии в 11 тысяч километров на другом конце земли произошло куда более важное событие, изменившее Северную Атлантику навсегда. 7 декабря 41-го года японцы напали на Пёрл-Харбор. Четыре дня спустя Адольф Гитлер объявил войну в США. Наконец Дёнец мог свободно атаковать американские корабли, и всего через несколько месяцев у него было уже 300 подводных лодок. Число, которое, по его словам, было необходимо для уничтожения конвоев. У обеих сторон было всё для борьбы. У Германии были субмарины, у Британии и Канады американский союзник. Война конвоев вскоре захлестнула восточное побережье США. Карл Дёнец преподал американскому флоту болезненный урок в искусстве подводного боя. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.